Читая прошлое, мы пишем будущее. Невозможно не согласиться с этой цитатой, потому что каждый образованный человек должен уметь мыслить и подтверждать свои слова не только устно, но и на бумаге, не допуская при этом ошибок, а благодаря чему мы можем получить все необходимые нам знания. Конечно же, читая книги, ведь именно они могут помочь стать образованнее и расширят наш кругозор. С целью повышения знаний студентов в университете проводится акция «Подари себе книгу». Большое множество мероприятий сейчас реализуются на факультете не только, которые позволяют эту грамотность проверить и повысить. Например, осенью в стенах филологического факультета проводится конкурс грамотей. Весной мы встречаемся на международном проекте «Тотальный диктант», который проводится с 2004 года в России и постепенно становится международным проектом. Чтение книг традиционно мы считаем, что повышает эту грамотность, чтение правильной литературы действительно это делает. И опять-таки в стенах факультета мы собираем разные книги на различные акции. Например, сейчас у нас проводится акция «Подари себе книгу», где можно прийти, познакомиться с интересной литературой, выбрать что-то себе домой и провести время за чтением, параллельно запоминая элементарно, как пишутся слова, и повышая уровень своей общей грамотности. Жизнь на филологическом факультете Брестского государственного университета имени Александра Сергеевича Пушкина всегда интересна и разнообразна. Однако не стоит забывать уделять время учёбе, и поэтому студенты всегда стараются посещать лекции и внимательно слушают преподавателя. Ведь многие ребята осознают, что не зря сделали свой выбор и готовы приложить максимум усилий, чтобы добиться всех поставленных ими целей. Современный мир не стоит на месте, постоянно развивается, появляются новые профессии, где, конечно же, постребован грамотный, высокообразованный специалист. Да и каждому человеку, мне кажется, нужно владеть словом, нужно уметь правильно писать, правильно выражать свои мысли, ведь такие люди нужны везде, и каждый человек хотя бы раз в своей жизни что-то напишет, где действительно нужно не допустить какие-то ошибки, и чтобы это звучало красиво и правильно. Я думаю, что нужно читать книги, читать классиков, также общаться со многими людьми. Больше всего читаю белорусскую литературу, современную белорусскую литературу, также классиков. Также, поступив на филологический факультет, открыла для себя иностранную литературу, что тоже спривет в развитие умышления и речи студентов. Грамотность важна не только для студентов филологического факультета. Огромную роль она играет также и для профессорско-преподавательского состава кафедры общего и русского языка знания, потому что именно от них зависит профессиональный уровень будущих специалистов-филологов. Владение грамотностью – это неотъемлемая часть жизни человека, это возможность реализации его права на получение образования, на профессию, на улучшение качества его жизни. Этот праздник объявлен ЮНЕСКО, и ему придается значение, потому что роль грамотности в современном мире очень велика. Понятие грамотности расширяется, и теперь, когда мы говорим «грамотный человек», это человек, обладающий знаниями в какой-то определенной области. То есть, если подобрать синонимы, это компетентный, сведущий, мастер своего дела, опытный и так далее. На филологическом факультете Брестского государственного университета имени Александра Сергеевича Кушкина каждый студент может поднять свой уровень грамотности, хорошо учась и участвуя во многих мероприятиях, а преподаватели с радостью им в этом помогут.